Привет, с вами Денис Мейджор, и у меня в гостях Зануда Пекарь. Здоров! И мы играем в Just Cause 3 и комментируем всё происходящее. Just Cause 3 самый безбашенный шутер с толстой и тонкой политической сатирой. Ну, как безбашенный? Довольно безбашенный, довольно безбашенный. Ну, шутер, где разрушаемые объекты отдельно подсвечены красным, как-то не тянет на абсолютную безбашенность. Смотри, я могу сделать вот так. Хопа! А, ну да. Я могу потом сделать вот так вот. Да, ты меня убедил. Это даже круче, чем Far Cry 4. Смотри, он то, что сказал, это лучше, что я сделал за сегодняшний день. Это смешно. Хотя, конечно, если бы сохранили акцент при переводе, ну, или бы разрешили играть на английском языке, не меняя настройки консоли. А, самое главное, знаешь, в чём отстой? То есть, я меняю язык консоли на английский. И меняются все тексты. И меняется страна. То есть, вместо Медичи она как-то называется? Да нет, я имею в виду страна, к которой аккаунт консоли привязан. То есть, американцы не могут, понимаешь, понять, что русский может говорить по-английски. Да тут не американцы, тут я не знаю. Ну, а кто консоли разрабатывал? Американцы. Это в каждой игре такое? Ну, есть игры, которые позволяют включать английский язык. Так, ладно, надо посмотреть, чем заняться, потому что... Так, чем заняться? Вот, смотри, здесь мне это похоже на аэропорт, судя по карте. А, кстати, да. Хорошо, а если ты включаешь французский язык, как он определяет, ты во Франции живёшь или в Сьерра-Леоне? Он вообще не определяет, где я живу. Он просто считает, что если я французский язык включил, то я живу во Франции. А не в Сьерра-Леоне? Да, и не в Канаде. Хотя, не знаю, Канаду, может быть, и можно выбрать. То есть здесь есть вариативный стран, но суть в том, что с английским языком Россию выбрать нельзя. А Украину с русским? Беларусь с Казахстаном. Откуда эта вот картинка с поваром таким хитро подмигивающим? Из фильма с Джеки Чаном каким-нибудь? Думаешь? Да я не помню. Не, это было на каком-то сайте, я ещё туда троллил, что, значит, выбираешь Украину, а он предлагает язык России. В общем, с флагом. Язык. Если бы ещё советский какой-нибудь старый флаг был, ещё было бы прикольнее. Особенно если игра про холодную войну или Вторую мировую войну, или что-нибудь такое. Так, смотри, что я сейчас делаю? Ты пытаешься забраться на гору. Это как бы, что я делаю прямо сейчас, ну что я в принципе собираюсь делать. У меня же военная какая-то база. Да. Я её собираюсь уничтожить. Уничтожить все объекты главные, ключевые на ней. Смотри, там есть вертолёт. Вот сейчас с вертолётами я покажу, надеюсь, классную штуку, которую можно делать. Ну, можно, во-первых, угнать вертолёт, но у меня есть подозрение, что там где-то комплексы ЗРК. Комплексы ЗРК не позволят мне свободно летать на вертолёте. Так, и он слишком высоко, чтобы я к нему прицепился крюком, да? Это у нас башни какой-нибудь, с мачты. Так, подожди, а там есть где-то был пониже вертолёт. Он с крыши. С крыши попробуй. Ага. А вот, смотри. В области обнаружен враг. Давай, 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 притяжи. А, он пытается улететь. Сила натяжения крюка больше, чем подъёмная сила вертолёта. Почему нет? Ну, то есть там нехилая лебёдка должна быть на месте крюка. Ну, это да. Которую он носит в рукавице. Так, ладно, хватит развлекаться, пора действовать. Так, надо снести эту радиобашню, или что это? Так, минуточка, где у меня... Ой, ёхи палки. Надо свалить. Ой, истребитель. Сейчас так уличножет истребитель до того, как ты успеешь в него сесть. Это, кстати, да, это очень... Есть такая проблема. Всё, взлетел. Нет ещё. Так, а где у нас ЗРК? Что-то не вижу ни одного комплекса ЗРК, если честно. Так, ну ладно, сейчас улечу подальше. С другой стороны, ну зачем комплексы ЗРК ставить на островных военных базах? Именно вот... Потому что придёт какой-то Рико Родригес. Да, и начнёт захватывать все истребители. И начнёт... Да. Всем бойцам вернуться на места. То есть это явно... Хотя там океан, ну хорошо, он потянет на границу, да. Чё-то там взорвал. Так. Ну, много всего, видимо. Я особо, знаешь, не прицельно, но... Учитывая, что у меня ракета самонаводящаяся, видимо, иногда не успевали самонаводиться. В том числе на красные... Ой, не дайте им не бежать. Ну, это уж как получалось. Так, чё там ещё развести надо? А дома, может быть, просто приземлиться или... Так. А зачем разгласить, например, в блокады с пропагандой? Например, на них свою пропаганду потом можно повесить. Понимаешь, это же, говорю, это такой стёб, надо революцию. Давайте разрушим всё. Снесём все памятники. Переименуем все здания. Все площади. Все станции метро, которых здесь нету. Но я не про Амедича. И... Потому что вот... Люди не любят свою историю, понимаешь? Они сначала её делают... Ну, как историю? Ладно, там... Город называется Екатеринскур. Да? Ну, Екатерина Вторая, она... Ну, спорная правительница была. Много хорошего, говорят, сделала. Много плохого. Но была дочерью своей эпохи. А вот Свердлов. Ну, то, что Свердлов это людоед, это... Современники уже знали. И которые до сих пор живы. Вот зачем его именем что-то называть? Нет, понимаешь, всё-таки... Я, конечно, за сохранение исторических названий. То есть, если изначально он назывался Екатеринбург... Ну, как бы, будьте добры. Хотя, кто знает Пугачёв, например, не согласился бы с тем, чтобы назвать город Екатеринбург. Ну, знаешь... И вроде как советская власть Пугачёва преподносила как положительного героя, условно. Потому что враг моего врага... Да. Так, я, кажется... Нет, это меня не убили, хотя бы очень похоже. Два из пяти поселения освобождено в данном регионе. Это значит, что не осталось ещё три поселения в этом регионе. Самолёт я взорвал, новый пока не респаунился. А, о-о-о-о! Смотри, как-то... В ангаре он доступен, да, это уже? Да. Уже в наших цветах, уже перекрасили. В цветах революции. Здесь цвета как Far Cry. То есть, красный и синий. Красный и синий, да. Потому что реальная армия никогда красную форму носить не будет. Потому что красная форма, это равно я-мишень. Ну, да, да, да. Максимум красные береты хотят. Смотрите, можно взлететь по траве. Why not? А сесть на скалу потом, да? Нет, ну, кстати, с посадкой здесь не так всё легко. Так, надо... А зачем тут садиться вообще, если можно катапультироваться? Ну, да, ну, просто, понимаешь, мне, например, нравится в самолётных играх садиться. Вообще, я... Ну, ладно, это у меня отдельная, как бы, страсть к симуляторам поезда и... Для самолётов. Ну, да, только я люблю именно такие гражданские и попроще. Не люблю сложные симуляторы самолётов. Мне скучно с ними разбираться. Ну, типа, там, Microsoft Live-симуляторы. Но какие-нибудь простенькие. Вот я помню, я играл на PlayStation Portable, была Pilot Academy, по-моему, она называлась. А ещё на КПК, на Windows Mobile, была очень прикольная игрушка, где-то управляешь кукурузником и перевозишь товары с острова на остров. Единственное, вот, из-за чего я жалею по ушедшим временам Windows Mobile, то из-за этой игры. Это было интересно? Мне да. Мне да. Поиграй в Пепперс, плиз. Да что ж ты опять мне поиграл? Апокеос игровой рутины. Дело не в игровой рутины, дело в том, чтобы эта рутина была интересной. Да, я как бы, вот, о, смотри, сюда надо лететь сто путов. Я задрот по таким вещам, как там симулятор поезда. Кому это может быть интересно? Четыре часа, или сколько там, пялишься в экран, вот опять начинается. Мы сделали тебе симулятор в автобусе, чтобы ты мог, пока едешь на автобусе, ехать на автобусе. Да, именно. Ехать на автобусе, пока едешь на автобусе. Вот так вот. Так, чё здесь, как здесь ускоряться? То есть, еще можно ускоряться отдельно? Прикинь! Порсаж типа включает. Да почти симулятор прям. Вот, кстати, вот мне очень нравились всех всяких самолетных игр. Мне больше всего нравился S-Combat именно своей, с одной стороны, простой, с простым управлением, с другой стороны, довольно такой, ну, короче, серьезно там все было. Я помню, когда выходила игра Hoax, которая, кстати, типа, этот, Том Клэнси и все такое. Ну, как Том Клэнси, это, Юбисофт купила торговую марку Том Клэнси, а Том Клэнси умер через некоторое время. В том, что это такая херня была, такая херня, ну, это же просто капец. То есть, там и физики вообще никакой было. То есть, ну, блин, просто вообще неприятная игра была во всех смыслах. Как помнишь, в старом Excel была такая пасхалка, где можно было летать. Ну, типа того. Ну, то, что там физику не прописывали, что такое, но это же пасхалка в Excel, да, что с ней взять нельзя. Вот в Hoax мне это очень напомнило. То есть, вот то же самое было. А вот эта красная лапочка, красный радар. Это бомбы, официал для бомб. Видишь, бомбы. То есть, если ты на счёху сбрасываешь сейчас, они упадут туда, типа? Да. Ну, почти, да. То есть, нигде такого не видел в игре. Да ладно, это было ещё в игре Твин Би на Nintendo Entertainment System, более известный у нас как Дэнди. Вот именно с таким указателем. Да, и Вейс Комбати. Э, Вейс Комбати этого не было. Ну, где-то это, короче, было. Нигде не видел, почему? Ну, тут уж мало в игры играешь. Я-то нормально в игры играю. Играешь в какую-то херню? Ну, конечно. Так. Становится скучновато. Давай разнесу чего-нибудь. Вот. Вот я тебе о чём и говорю. Игра именно про это. Надо что-то разнести, понимаешь? Так, я разнёс немножко не то. Так, смотри, у меня может быть какая-то миссия доступна. Нет. Во второй части, конечно, было много различных миссий за различные фракции, там, за коммунистов, все дела. Здесь такого нет. Но здесь есть... О, полечу-ка я сюда. Здесь ещё один аэродром. Явно. И здесь только сюжетные миссии плюс состязательные миссии. Плюс односторонние сюжетные миссии. То есть она как бы за тех же повстанцев, но как бы сторонние. Я ищусь не бывает. Но огромный открытый мир, это, конечно, одно из главных преимуществ данной игры. Ну, не знаю, какой-то открытый мир, ты знаешь, как в Far Cry такой же, да? Far Cry маленький. Ну, дело в том, что маленький, не маленький, а в том, что вот выбросят тебя в произвольную точку, ты не сможешь сказать без карты где ты. Ну, всё однотипное какое-то. Ну, я бы не сказал, что здесь прям сильно однотипное. Тем более, что на самом деле пейзаж напоминает, ну... Вот, например, Watch Dogs, в игре той же Ubisoft, например, как и Far Cry. Там каждая локация уникальная была, и ты всегда понимал, где ты. Ксенобел, кстати, именно так. Да, там одни лужайки. А, нет, там ещё пустыня была. Нет, там пять разных регионов, они различаются, в том числе в пределах самих регионов. А вот ПЗРК, видишь, в красном выделяется. Для моего удобства. Так, именно ПЗРК? А, ПЗРК, потому что чем это? Это переносные, это из которых гушманы стреляют в Бедестаге. Так. Ммм. Да, цель скрылась, полетим-ка на эту башню. С неё хорошо будет видно окрестности. Ты ещё приземлись на неё. Сфига себе, в каком-нибудь GTA-тиве вы предсмертное состояние сейчас прописали бы, с такую посадку. Понимаешь, вот в Джаз Косе люди, ну как бы именно, игра не парится. То есть здесь реалистичности нет вообще. Ага. Бесполезно от неё ждать. То есть эта игра именно на то, чтобы... Ко-то с ней уносятся вышки, да. Да. А ещё можно падать и сделать вот так. Понимаешь? Да, да. Вот так здесь можно. Казалось бы, и чё. Вот можно и всё. Кто в меня суда стреляет? Что здесь можно повиснуть, как Человек-паук. Или как Бэтмен. Мне не нравится эта, не знаю что, антенна, наверное. Кто-то у меня целится. А по-моему, это мачта для этих, для авиации. Да, ну правда. Её-то зачем стасить? Она чё, не пригодится самим повстанцам? Понимаешь? Эээ, надо лапушку сменить, да. Эээ, понимаешь, какое дело? То есть это вот именно и серия. А давайте разрушим вообще всё. И кстати, почему, например, в тех же «Звездных войнах» повстанцы? Не захватили «Звезду смерти», а уничтожили её. Она что бы им не пригодилась? Ну вот, кстати, именно в «Звездных войнах» проще было её уничтожить, чем захватить. Хотя, кстати, вот этот момент тоже такой наивный, ну это капец. Ой, Люк доставил черкижи. Ой, мы уже знаем, ты ещё не успел. Нет, ну не Люк доставил, их доставили другие персонажи, которые не показали. Подожди, кто там? А, ну да. Нет, дроиды их доставили в Оби-Вану, а до этого выкрали их другие персонажи совершенно. Но я имею в виду, кто именно привёз в это самый? Ну, допустим... Привезли дроида, Люк привёз, по сути. Да. Там Люк не успел с туалет сходить, о, а мы уже знаем, как уничтожить в «Звезду смерти». Кстати, мы уже собираем военный альяс. Причём в его можно попасть прямо сквозь обшивку. Да. Кстати, ты раньше ездил только на тракторе, а вот теперь тебе иксвинг. На тебе, пожалуйста, летай. А, ну там объясняется вначале, что, типа, Люк очень хочет поступить в Академию, причём имперскую, вот, чтобы тоже летать. То есть он, видимо, увлекающийся был этим полётом. И где, на чём он летал? Ну, на спидере. Угу. Майкрософт-флайт-симулятор, что ли, иксвингс-эдишн? Но он же этот, форс-юзер. Он об этом ещё не знал. Он не знал, но биология его знала. Силой, кстати, тоже, типа, используй силу, Люк. А почему компьютер нельзя? Почему компьютер... Почему нельзя было сам спуск к компьютеру привязать? Почему компьютер не мог управлять спуском бомбы? Это ты сейчас про что? Про то, как они взорвались в «Звезду смерти». У них было компьютерное наведение. То есть компьютер им... Ну, как компьютерное? Компьютер обообществ говорил, вот, стрелять сюда, но надо было нажать кнопку. Так почему компьютер кнопку не мог нажать? То есть они... А почему штурмовики по рации нигде не переговаривали? Они буквально за час разобрались, в чём проблема со «Звездой смерти». Да. Написали программу, которая... Ну, навигация, по сути, на этот вот отсек, да, вентиляционный. И при этом не смогли, там, добавить чуть-чуть кода, чтобы она нажимала кнопку. Понимаешь? Кнопку. Да, ты же не нажимала кнопку, а просто команду слала в центральный процессор. Ну, как бы, да. И всё. И не нужна там никакая сила, никакой люк, который, по идее, не должен был уметь летать на этих штуках. Вообще, люк слишком ценный солдат, чтобы летать вместе с остальными пилотами. А что в нём было ценного изначально? А, ну да, в первой части он вообще не был ещё фортсмейзером, да? Он вообще был никто в первой части. Он был деревенский юноша, который, не знаю, понимаешь? Вот, опять же, его отец, Энакин, во сколько там, в каком возрасте он дроиды собрал? Ну, лет в 10. Вот. А люк покупал, во сколько, в 19 ему было, да? Ну, в 20, условно. Он покупал дроиды, то есть он мог максимум починить, и то, как бы, не очень. Он не смог разобраться, что там с дроидом R2-D2, вытащите с него всю эту информацию. А его отец уже, ещё раз я забыл, во сколько лет? В 10. В 10. Сам собрал дроидов, понимаешь? Ну, отец был в 10 лет гиком по дроидам, а люк, допустим, по флайт-симулятору. Ну, как мы знаем из первой, в смысле, из этой, да, из первой части, отец его и летал-то неплохо. Да? Ну? Ну, да, плейд вообще выдающийся персонаж, а люк, так, народный герой. Ну вот, но получается, что люк в итоге как будто бы сильнее, как будто, типа, круче. Типа, сила в нём больше, чувствую я. Ну, круче он не был даже в прямых спаррингах с отцом, потому что отец его... Ему эмоции мешали, это даже, по-моему, проговаривалось прямым текстом, что ему, для эффективного спарринга, ему мешают эмоции. Ну, как мешают, а родного папа, папу рубить мечом, это, знаешь ли, да, кому угодно помешает. Вся история победы люка и перевода его, Дарт Вейдера, обратно на светлую сторону, как раз на этом и основано, что люк почувствовал однажды тоже замешательство в своём отце, и понял, что в нём ещё не всё потеряно. Хотя он сам не тиран не понял, он просто в это очень хотел верить. Ну, просто обычная история про отцов и детей. Да самое интересное, почему... Папа, я верну тебя на светлую сторону. Нет, сын, а это ты будешь со мной на тёмной стороне. Вот так и живут. Мне просто интересно, почему джедаи и остальные этого не понимали. Получается, просто у нас такая история про кунг-фу пангов. А где они этого не понимали? Что Дарта Вейдера можно вернуть на светлую сторону. Никто об этом даже не подумал. Ну, типа официальная доктрина, всё такое. На самом деле, после этого Йода с Уби-Ваном Кенопи должен был рассказать, а чё, можно было? Ну, кстати, я напомню, что мы играем в Джаскоз. И Джаскоз очень хорошо из-за разговора о Звёздных Войнах. Да, тем более повстанцы, кстати, в Звёздных Войнах тоже какие-то такие прям поймальщики, которые борцы за свободу прямо. Ну, блин, настоящих повстанцев Лукас никогда не видел. Вот настоящие повстанцы как раз в игре Джаскоз 3. Ну, то есть это уже бухают... Да, это должны были быть в Звёздных Войнах такие босмачи с автоматами бородатые, которые там насиловали, грабили, убивали тех же, кого спасали. Надо посмотреть на карте, что мне осталось уничтожить, потому что здесь явно чуть-чуть осталось. Тех же, кого спасали от Империи. И Люк должен был бы задаться вопросом, чё, вот эти вот на стороне Светлые Силы идут, да, или кого там? Короче, одни должны были быть в Аки... Кстати, где приверженцы Империи? Да, штурмовики, ну, армия официальная. А гражданские приверженцы Империи? Ну, какие тебе гражданские приверженцы должны быть? Ну, смотри, в приквелах там были целые расы, которые были приверженцами Империи. А получается, что... Прямо приверженцы? Ну, да. То есть именно люди, которые сознательно выбирали Империю. А почему нет? Всегда есть люди, которые выбирают Империю. Ну как осознательно, и когда к тебе толпа клонов приходит и говорят, мы теперь здесь закон, и с пушками, то как-то, знаешь, не до выборов особо становится. Нет, дело не в том, что они, не знаю, жили под юридикцией Империи, а то, что они симпатизировали, допустим, больше, чем те же подстанцы. Где эти люди? Не могло их не быть. Ну, видимо, Империя за 20 лет так всё загадила, что уже не осталось. Ну вот мне очень нравится... Поэтому пришлось звезду смерти строить. Копипаста в интернете, что, по сути, Империя была более эффективным управляющим, чем джедаи. Причём, судя по всему, Император, судя по этой эффективности, был не только джедаи, он был ещё и даос. То есть он не вмешивался особо в самоуправление Империи, а только офигевал от своей крутости и власти. И как перетягивать кого на тёмную сторону. Вот. А всем управляли его чиновники, там, и генералитет. Смотри, это броня из Баварии синяя. Она сейчас снимется. Как он называется? Баварий? Баварий, да. Да. А почему тогда мы в Медичи, он добывается, а не в Баварии? Чё-то вопросов много задаёшь ты. Чё-то какую-то херню говорите вы, мастер Йода. А, кстати, в сериале Повстанцы... Смотрел сериал Повстанцы, Звёздные войны Повстанцы? Нет, не смотрел. В общем, мультик такой, диснеевский, ну, стилистически именно так напоминает именно типичные диснеевские мультики. Главный герой вообще на Аладина похож. Не который диктатор. Я понял, Дисней не снимал диктатора. Да. Вот. И, значит, там, значит, старый, ну, опытный джедай учит молодого. И говорит, типа, ну, цитирует Йоду, типа, не пробуй, просто делай. Это же было в Матрице. Нет, это было... Это Йода говорил Люку. Да? Вот, да. Значит, этот молодой джедай переспрашивает, а в каком смысле не пробуй? Как, если я не попробую, я это сделаю? А, значит, учитель отвечает, ну, знаешь, я тоже никогда это не понимал, но Йода так говорил. Ну, такой... Ну, стебный такой мультик, можешь посмотреть его. Ну, вот. Странно, я думал, что это впервые в Матрице появилось, оказывается. Нет, это... Так, подожди, мне говорят, что какая-то башня. Какая вот эта, что ли? Она должна быть красным обозначена. Вон, папа... Да что ты сюда приехал на своей баге? А, он в белом, а не в красном. Ну, с красной береткой. Ну, береты, ладно. Но здесь есть и в красном. Но, правда, у них жилеты в красном. Но, тем не менее, подожди, может быть, это вышка? Вот эта башня? Нет, не эта башня. Судя по карте, это должна быть большая башня. Как в RedFaction Guerrilla было. Вот можно раздолбать любой объект. Бери и долбай все, что видишь. А здесь нет, блин, ищи, что помечено красным. Вот и бегаешь, ищешь. Не, ну здесь можно много чего раздолбать. Но зачем? Да. Если нужно... Так, понимаешь, она просто может быть где-то под землей. Офигеть. Ну, как под землей. Ты не видишь ничего красного здесь? Судя по карте, она... Нет, не совсем. Сейчас надо поточнее прицелиться. Вот прям вот. А, не-не-не, подожди. Это сама база, обозначение самой базы. Это не обозначение башни. А вот тогда вот. Вот оно, да. Я лох, я забыл. Вообще, позор мне. Про трансформаторную будку ты забыл? Две трансформаторные будки. Одна с этой стороны базы, другая с другой стороны базы. То есть лишить хунту электричества и заодно повстанцев будущего электричества. Ну, это, кстати, недавняя история. Она прекрасно напоминает, что лишить электричества это очень эффективно. Ну, вот не надо про эту недавнюю историю. Там вообще непонятно, кто что добиться пытается. Это полная херота со стороны всех участников. Эта история с электричеством. В этом регионе так всегда. Вообще, очень хорошо, что в Джаз Кост 3 добавили Винг Сьют, потому что, ну, он как бы реально экономит время. Да? Да. Плюс, по сути, большую часть игры можно перемещаться в Винг Сьюте. Так, нафига вообще самолёт, если есть Винг Сьют? Ну, для разнообразия. И прошу. Греться, чтобы был выбор. Так, и где? Даже внизу. А, вот он. Вот-то где мой родной. Всё, аэропорт мой. Аэропорт наш. И ещё один самолёт недоступен из-за этого аэродрома. Так, ну, надо посмотреть, может быть, сюжетную миссию какую-то выполнить уже. Они обычно короткие, но иногда бывают очень задалбывающими, честно говоря. Вот. Слушай, я... Да. Так, вот синий, это освобождённый. А, вот сюжетная миссия, но она мне пока недоступна, потому что... Поселение Фалка Максима Цинком. А где у нас поселение Фалка Максима Цинком? Я, наверное, такого даже ещё и не нашёл. То есть мне его ещё надо найти. А вот Коса, чё там? Это регион. Видишь, он большой выделен, поэтому это регион. Ты в нём сейчас? Да, я сейчас в нём. Фалка. Могли бы на карте ещё, знаешь, вот постоянно эти пунктирные границы нарисовать. Вот, вот эту базу не освободить. Ладно, честно говоря, я бы сейчас город лучше освободил, чем военную базу, потому что в городе она как-то поспокойнее. Ну, это там ломать больше, по-моему. Где? В городе? Или нет? Нет, ломать там скорее... Хотя, не знаю, как. Кстати, Номат, по-моему, то ли 60, то ли 55 поставил в Just Cause. Что это за дурацкие оценки? 60, 55. Ну, вот это Номат. Я вообще не понимаю. То есть я вот склоняюсь к каким оценкам? Вот как в школе, да? Всем понятные оценки. Двойка, тройка, четвёрка, пятёрка. А кол? Кол это даже, ну, это какой-то, знаешь, такая... Это надо что-то, нечто запредельное сделать, причём специально сделать. Да, да, то есть это... Или ничего не сделать. Не-не-не, ничего это двойка. А кол это если именно с наглостью, с особой что-то такое... Не, ну, двойка это не. Вот это когда-то сделал, но неудовлетворительно сделал. А единицы, да, в этой серии довёл учитель. Да. Как-то так. То есть, так, мне что лучше взять, самолёт, наверное, или вертолёт? Наверное, лучше вертолёт... Ой, нет, самолёт. Так, в каком у нас ангаре здесь самолёт? Наверное, в каком-нибудь из этого. Ну, с другой стороны, ну, пятёрка, да? Ну, на отлично что сделал. О, смотри, щас что-то интересное скажет. Приветствую, сограждане. Все ли видели дым, поднимающийся над базой Грифон? Хорошо, мы тоже видели. Приятно знать, что нас объединяет общее видение. Впрочем, хватит об этом. Знаете, что у моей мамы сегодня день рождения? Вот, если бы была какая-нибудь подстанческая армия, разрушающая военные базы, её, конечно, нет, безусловно, нет. Вот она. Это ты сейчас выкидывал повстанца из Стрелителя. Да. Тут ещё, когда выкидываешь этих самых, как их, из машины, они кричат, мы с тобой, Рико! Что-то я захотел кроссовер Рико Родригес во Вселенной Звёздных Войн. Так, а что я тебе хотел рассказать вот до того, что-то мы разговаривали, такое интересное, что ли, даже. Про Звёздные Войны? Или уже не про Звёздные Войны? Про повстанцев? Или про игру эту. Про авиасимуляторы? Нет, это про авиасимуляторы было давно. Ну ладно, смотри, на самом деле, вот ты говоришь однообразно. Видишь, здесь есть пустыни, есть джунгли, есть океан. В океане, кстати, есть нефтяные платформы. Есть горные местности. Так что здесь захватываются нефтяные платформы также путём взрывов. Да, всё взорвать. То есть лишить хунту нефти ещё, да? Да. То есть лишить страну нефти. Лишить себя, по сути, оставить без головы. Но зато мы свободная нация, мы там не подчиняемся диктатору. Но, понимаешь, диктатор-то здесь тоже картинный. То есть если взять Far Cry, Бэгган Милл... Картиный или картонный. Картиный. Был, в общем-то, милым чуваком. Да. Но здесь он совсем не милый. Вот Far Cry и диктатор вообще единственный положительный герой. Ну, по сути, да. Потому что он управляет этой страной, Кератом, этой страной, только так, как ей в принципе можно управлять. Как впоследствии покажут, что Сабал, что Амита. Ну, получается, да. То есть они ничего лучшего не предложат. Так, ну, как бы сейчас захватим город и там... Сегодняшний геймплей можно будет на этом заканчивать, потому что мы уже долго фишем. Гранде Пасутра. Здесь поезд довольно странный. Вон, там видел поезд справа. Он немного странно сделан. Что, это тоже военная база? Надо же, он выглядел как город. Фига, что на эти город. Это страница военных баз. В маленькой островной стране. Потому что это милитаризированная страна. На самом деле, я думаю, просто... Этот вот Деравел, он просто прелся по военным базам. У него это как бы слабость такая, понимаешь? Военные базы. Просто дело в том, что поскольку военные базы вообще армия ничего не производит, то ее надо на что-то содержать. То есть военные базы могут быть искусственным созданием занятости. Но для этого нужен ненормированный источник доходов. Ну, например, даже нефть. Но как-то, поскольку это явно Средиземноморская страна, а с нефтью в Средиземном море не очень. Но видишь, сколько у них нефтезабывающих платформ? Логично, если бы это была курортная страна. И мы бы курортный рай должны были разрушать здесь. Кстати говоря, ты здесь встречаешь туриста, который говорит... О, Рикот, нет, ты мне уже испортил отпуск в Панау. Ну, то есть во второй части. Слушай, а Панау это вроде реально существующая страна. Панау? Нет такой. Нет. Панау это... Панау есть такая страна, реально. Да, есть такая. Да, ладно. Панау есть такая страна, да. Да, да. То и разбомблю. Вот это, например. Что за вышка стоит? Это, по-моему, это аэропорт. Больше не будет здесь аэропорта. Ну как аэропорт, военный аэродром. Так, ну шо, че я тут, блин. Я заблудился. Здесь, кстати, за бреющий полет дают бонусы. Так, че-то я далеко улетел. Нам кошка пришла гладиться. Пожопе получит, если будет нам мешать. Не надо бить больше. Так, подожди. О, это смотри. А че это оно здесь стоит? Кто? Видишь, вот ЗРК. ЗРК? Да. Причем, ни намека на границ тут нет. Вообще, ни намека на чего. Ну, правда, он океан не... Какая страна продала эту ЗРК? Там, ЗРК С-300, Россия, например. Или там склад винтовок М-16, США. А, здесь есть момент, что типа вот эта диравелла заключилась в правительстве США сделку. То есть мы про-американского диктатора сверкаем? Понимаешь, тут, я же говорю, это как бы сатира толстая, тонкая, разная. Потому что он вроде бы как, да, заключил сделку с Америкой, чтобы он, типа, оставался диктатором. Не, ну на самом деле быть про-американским диктатором или правителем несложно. То есть достаточно просто голосовать в ООН, так же, как Америка, и не проводить никаких национализаций и прочих, не мешать бизнесу в стране. Вот. То есть этого достаточно. А у кого-то там расстреливаешь в лагерях, на это сквозь пальцы будешь смотреть. Ну, тоже верно, да. Вот. И не заигрывать Советским Союзом. Ну, сейчас уже вообще ни с кем не заигрывать больше. А не с кем сейчас больше заигрывать. Кроме США, с другой стороны. С ИГИЛ только. Да, с ИГИЛ сейчас нельзя заигрывать. Хотя кому они нужны, в своей Сирии? Тут база довольно маленькая, так что... Ай-яй-яй-яй-яй, как некрасиво получилось-то. А, нет. Теперь тебя убили? Да, вот это теперь меня убили. Ну что, будешь дальше захватывать? Конечно, сейчас захвачу, тут чуть-чуть осталось. А, оно не восстановится все, да? Нет. Разрушенные. Восстанавливаются только разрушенные не объекты хаоса. Например, если я разрушу ЗРК и умру, он восстановится. Но если я взломаю ЗРК, он так и останется взломанным. Поэтому выгоднее взламывать ЗРК, чем разрушать. Взламывать типа хакерство? Ну да, подходишь к нему, взламываешь, а она начинает... То есть ЗРК такие автоматические, да, полностью? Ну, получается, да. Так, ну что, устроим вертолёты весёлой жизни? Еееее. Так. И вот, по-моему, это последний. Снайпертишн палит. Да, это был последний. И мы поиграли в Джаз Коудс 3. С вами был Денис Мейджор и Зануда Пекарь. До новых встреч. Спасибо, что смотрели. Всем пока. Всем пока. О, смотри, как я лечу сейчас в землю танки. И всё, он жив. Надо GTA, чтобы было. Ничего бы не было. Вот так. В прямом смысле. То есть ничего бы не осталось. Продолжение следует...